Хорватский полузащитник Лука Модрич может покинуть Мадридский Реал в ближайшем будущем. Контракт игрока с королевским клубом истекает летом следующего года и стороны не планируют заключать новую сделку. Нападающий сборной Ирландии и Брайтона Эван Фергюсон является трансферной целью лондонского Челси. Руководство «Синих» высоко оценивает талант 19-летнего футболиста. Опорный полузащитник Манчестер Сити Келвин Филлипс может продолжить карьеру в Ливерполе. Об этом рапортует Football Insider. Красные подыскивают опорника и кандидатура Филлипса считается одной из оптимальных. Стали известны 16 национальных сборных, гарантировавших себе участие в итоговом турнире чемпионата Европы 2024 года. Это команда страны-организатора чемпионата Европы Германия, а также успешно прошедшие отбор Франция, Бельгия, Португалия, Турция, Шотландия, Испания, Австрия, Англия, Венгрия, Словакия, Нидерланды, Албания, Дания, Румыния и Швейцария. Нападающий РБ Лейпциг заинтересовал Фулхэм. Лондонцы готовы даже выкупить игрока в январе. Сам Вернер позитивно относится к возвращению в Лондон. Тоттенхэм собирается купить 18-летнего полузащитника Сандерленда Джоба Беллингема. Скоро руководители Черных Котов получат соответствующий запрос от клуба из Лондона. Рома готова арендовать центрбэков Челси. Трево Чалобу и Малан Гассара. Челси совершенно точно не рассчитывает на этих игроков. Ювентус желает подписать центрального полузащитника лондонского арсенала Томаса Парти. Представители Бьян Канери уже связывались с агентами игрока. Реал ждет предложений по трансферу левого защитника Ферлана Менди. Игрок может сменить клуб уже в январе. Лондонские Челси и Манчестер Сити могут вылететь из английской премьер-лиги, если будет доказана их вина в нарушении правил финансового фэрплей. Норвегия не сыграет на Евро 2024. Команда Холланда и Эдегора утратила шансы на плей-офф после поражения Израиля. Мбаппе забил 300-й гол в карьере в 24 года. Быстрее Месси и Роналту. Сборная Германии уступила дома от Турции. У Нагельсмана это первое поражение у руля сборной. 14-0. Крупнейшая победа в истории Франции. Разгромлен Гибралтар, игравший в десятером с 18-й минуты. Мбаппе обошел Гризмана по голам за Францию и идет третьим до лидирующего Жру 10 мячей. Яшин. Лучший вратарь в истории футбола по версии Чат-Джи-Пити. Буфон четвертый, Нойер седьмой, Кассилья с восьмой. В МЮ ждут, что Ананас играет с Эвертоном. Травма плеча не выглядит очень серьезной. 17-летний Заир Эмери забил в дебютном матче за Францию. Лишь Гастижи в 1914 сделал это в более юном возрасте. Роналдо. Лучший нападающий 90-х по версии 4-4-2. Баджо. Батистута. Ван Бастен. Кантана. В топ-5. Дель Пьера. 12-й. Рауль. 14-й. Шевченко. 19-й. У Венисиуса разрыв двуглавой мышцы бедра. Вингер Реала пропустит 2,5 месяца. 21-летний полузащитник Лазар Самаджич, правами на которого владеет Удинезе, может продолжить карьеру в другом итальянском клубе. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Акрем Канур. По сведениям инсайдеров, в подписании игрока заинтересованы Туринский Ювентус и Милан. Сделка может быть оформлена в зимнее трансферное окно. В текущем сезоне Лазар принял участие в 12 поединках за Удинезе, записав на свой счет два забитых мяча и одну результативную передачу. Контракт Серба рассчитан до лета 2026-го, а трансферный ценник составляет 20 миллионов евро. Защитник Ян Матсон, правами на которого владеет лондонский Челси, попал в сферу интересов другого английского топ-клуба. По сведениям Найтин Мин в подписании нидерландского игрока, заинтересован Манчестер Сити. Горожане рассматривают Матсона на место левого латераля. Сам нидерландец недоволен своим положением в Челси и готов к трансферу в другой коллектив. В структуре из синих Ян находится с 2018 года. Трансферная стоимость защитника оценивается в 20 миллионов евро, а срок действующего трудового соглашения между Матсоном и лондонцами истекает летом 2025-го. Руководство американского клуба Интер Майами планирует заключить контракт с 33-летним экс-вратарем МЮ Давидом Дэхея, сообщают британские СМИ. Футболист является свободным агентом после ухода из английского клуба летом этого года. По данным источников, подписание Дэхея лично заинтересован совладелец Интер Майами Дэвид Бекхэм. Сообщается, что американский клуб готов платить фратарю зарплату, сопоставимую с его прежней манчестерской. По информации источника, контракт может быть подписан в ближайшие недели. 33-летний испанский голкипер выступал за Юнайтед с июля 2011 года. Ювентус не прочь вернуть нападающего Альвара Марату, который ныне очень успешно выступает за мадридский атлетико. Об этом сообщает испанская пресса. По данным источника, Бьян Канери могут обменять Марату на Влаховича. Впрочем, такой вариант выглядит плодом фантазии испанских журналистов. Дело в том, что на трансферном рынке Влахович идет почти втрое дороже Мараты. Едва ли Бьян Канери есть смысл обменивать столь ценный актив на не самого молодого футболиста. А вот и Манчестер Юнайтед положил глаз на форварда Брайтона Эвана Фергюсона. Об этом рапортует ресурс Football Insider. Отмечается, что красные дьяволы готовы предложить чайкам 100 миллионов фунтов за перспективного страйкера. Впрочем, на данном этапе Брайтон просит намного больше – 150 миллионов в британской валюте. Недавно Фергюсон подписал новый долгосрочный контракт с Брайтоном. В текущем сезоне Эван выходил на поле в 11 матчах в рамках английской премьер-лиги. Ирландец успел записать на свой лицевой актив уже пять забитых мячей. Одна из главных целей Барселоны на лето – сохранение Жуау-Канцело. Как пишет Муно де Портиво, максимум Барселоны зимой – это уже оформленный переход Твиттера Рокки. Чрезмерных усилий на транслянном рынке клуб прикладывать не будет. Спортивное руководство Барса уже строит планы на летнее трансферное окно. Клуб нацелен на подписание опорника, так как это единственная позиция в команде, на которой у Хави нет двух вариантов. Рассматривают троих игроков – Мартина Субименди, Риал Соседат, Бруно Гимарайеса, Ньюкасл и Эдерсона Лауренцо Аталанта. Одна из главных целей Барса на лето – сохранение Жуау-Канцело. Клубу нравится нацеленность игрока на атаку, ее считают на 100% соответствующую стилю Барселоны. Кроме того, португальца ценят за гибкость и опыт. Прежде чем начать работу над сохранением Канцело, спортивный менеджмент Барселоны должен получить одобрение на экономическом уровне. Игрока оценивают примерно в 30 миллионов евро. Отмечается, что Барса постарается снизить эту сумму. Ранее сообщалось, что Барселона хочет продлить аренду Жуау, Мансити согласился, но только при обязательном выкупе за 35 миллионов евро. Португальский защитник присоединился к Блаугране на правах аренды из Сити перед закрытием летнего трансферного окна. В рамках Ла Лиги он провел 10 матчей и забил 2 гола. Эвертону может грозить дополнительное лишение очков. Недавно с Ливерпульского клуба сняли 10 очков за нарушение финансовых правил Премьер Лиги и риски опустились на предпоследнее место в таблице. После этого стало известно, что Берни, Лидс и Лестер планируют подать суд на Эвертон. Они хотят взыскать 300 миллионов фунтов из-за того, что санкции не применили раньше. По информации Daily Mail, нынешнему руководству Эвертона не хватает средств, чтобы выплатить компенсацию этим клубам, если их иск будет удовлетворен. Компания, которая сейчас ведет переговоры о приобретении Ливерпульского клуба, может выделить около 20 миллионов фунтов в месяц, чтобы помочь с текущими расходами клуба, но не готова покрывать сумму этой компенсации. Неспособность Эвертона выполнить финансовые требования из СОВ приведет к автоматическому снятию с клуба 9 очков.